Портал Стеклой Палец. Все о мобильных развлечениях на Glafi.com Я поиграл в скваде с рандомами и у меня сложилось кое-какое впечатление от этих каток. Я хочу сразу же сказать, что в скваде играть веселее. В любом случае даже с рандомами. То есть если вы одиночка, то попробуйте играть в группе даже с рандомами. У вас будут новые впечатления, новый экспириенс получите. Хоть конечно же бывает по-всякому. Аптечки. Дай мне какую-то аптечку, я тебе покажу. Нету. Вообще даже бинько выталяется. Ничего. Ой, его друг. Ай, меня с двух сторон убивает. Никита Профи. А, Никита Про 1-1-1. Ну все, давай, выходим. Ну и после таких каток, в принципе, хочется сразу же выйти из игры. Вот, так как, ну, помощи какой-то нету. И люди откровенно тупят. Ну и сливаются в начале катки. Вот, а потом тебе дальше очень сложно вообще продолжать играть. Потому что находишься ты один в игре. То есть в твоей группе вроде бы еще три человека. А двое из которых просто играют первый раз, можно сказать. А один вообще вылетел еще в начале. Вот. И поэтому бывают разные забавные ситуации из-за этого, конечно же. Вроде и весело, а вроде и отбивает желание играть с андомами. Вот. Поэтому, как бы, если уж хотите в группе, то, конечно же, вот, заходите в наш Дискорд. Там есть комнаты, чтобы совместно поиграть. Вот. Там даже можно с кем-то договориться, добавить друзей прямо в Дискорде, да. То есть людей, которые играют в PUBG Mobile. Вот. Которые подписаны на этот канал. Ну и с ними, вот, бандой вы можете, в общем-то, скооперироваться и спокойненько играть, встречаясь в том самом Дискорде. Как-то договариваясь. Но все-таки я хочу сказать, что в этом есть прикол. То есть играть с андомами. Потому что, блин, всегда по-разному. Всегда весело. Всегда происходит непонятно что. Вот. Конечно же, много тупок и всяких недопониманий, да. Ты не можешь, допустим, сказать нормально чуваку, там, дай пятерок. Там есть пятерки, нету там, или еще чего-то. Вот. Или там еще что-нибудь. Вот. Но, в принципе, таким образом, также можно находить друзей по игре. То есть играешь с рандомами, находишь какого-нибудь адекватного союзника, да. То есть человека, с которым ты случайно попался, но он вроде нормальный, и с ним продолжаешь играть. Вот. Это, конечно, зашибись, что есть такая возможность в игре. То есть игра каким-то образом сближает людей, которые любят PUBG Mobile, ну и, соответственно, дает им возможность играть вместе. Также хочу сказать про разницу между соло-игрой и игрой в группе. Разница очень большая. То есть в соло нужно как-то больше, что ли, напрягаться. Ну, нужно как-то придерживаться какой-то другой тактики. Вот. И стараться, в общем-то, занимать хорошие прям позиции, не обращая внимания ни на кого. И в выгодных местах находиться все время, чтобы быть сверху. Вот. Чтобы все время быть готовым к тому, что с любой стороны может выпрыгнуть противник. Вот. Ну, а когда в скваде, как-то вот игра превращается в какую-то аркаду, мне кажется. Вот. Как-то особенно с рандомами. То есть как-то все довольно-таки забавно выходит, что жесткие перестрелки, люди очень-очень быстро умирают. То есть прям на первых минутах игры сливается половина сервера, а то и больше. То есть, ну прям очень все быстро происходит. Ну, а также, если вы соло-игрок, можно попросту зайти на сервера с группами, со сквадами, играть соло против сквадов. В этом тоже есть суть. То есть, если вам скучно одному ждать долго врагов, да, и выискивать их по одному, то вот в таком режиме вы в одиночку будете убивать очень много фрагов, и враги будут встречаться как-то чаще, да. Убили одного, значит рядом где-то его друг, убили друга, а тут еще его друг и так далее. Вот, и из-за этого становится играть тоже веселее. То есть, в разных режимах разная стратегия, разный подход нужно как-то применять. Это, конечно, очень-очень круто. Ну и в соло играть действительно как-то вот, не знаю, скучно, наверное, иногда. Вот, а в скваде никогда не скучно. Ужас, что они творят? Я в шоке просто. Это, блин. Я, честно говоря, когда играл эту катку, я просто офигел от того, что происходило. Просто враги лезли со всех щелей, и вот такие парни на машине, это, блин, это, я не знаю, таких еще поискать. Вот, именно из-за таких ситуаций, в принципе, хочется играть с рандомами, хочется просто фаниться. Хочется просто фаниться, ну и, соответственно, получать просто кучу эмоций. Вместе с вами могут попасться более-менее адекватные ребята, и вы сможете устраивать, в принципе, экшен на карте, но, в общем-то, бывают всегда по-разному, и поэтому из-за этого и иногда какое-то двоякое впечатление от игры с рандомами. Вот, но все-таки весело, и на самом деле бывает даже такое, что каким-то немыслимым образом попадаются с вами, там, ну, два-три адекватных прям человека, которые играют довольно-таки адекватно, вот, прям хорошо. Вот, и, соответственно, это вы сможете, в общем-то, получить только на высоких, на высоких рейтингах, друзья. То есть, больше играете в скваде, зарабатываете более высокий рейтинг, ну и, соответственно, больше экшена, более слаженной игры и больше, в общем-то, фана вы получаете. Но на низких рейтингах также весело из-за всего маразма, который происходит на экране. Тоже вроде весело, да, из-за того, что ты играешь с нубасами, с них можно там поржать неплохо, да, и особенно в голосовом. Вот, все довольно забавно. Ну и, в общем-то, вот так вот покататься, повзрывать машины, тоже довольно круто. Напишите, ребят, в комментариях, как вы играете, как вы предпочитаете играть в игру PUBG Mobile. Играете ли вы в скваде в четыре человека или дуо вдвоем? Вот, играете ли вы с рандомами или, возможно, именно у вас есть круг друзей, да, с которыми вы постоянно вот в определенное время заседаете за игру, ну и рубитесь за первое место в топе. Вот, ну а может быть кто-то является соло-игроком, вот, то есть соло, который любит играть именно в одиночку. Вот, подведем какую-то статистику, сколько из наших подписчиков, в общем-то, играет в одиночку, сколько в скваде, кто как любит. Вот, возможно, даже стоит проголосовать, да, кстати, можете проголосовать справа сверху, вот, ну и как раз вот будет эта статистика по голосованиям, ну или напишите в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был BadGamer, друзья, если вам это видео было полезным или просто интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в дискорд, там вы сможете, в принципе, найти единомышленников, вот, чтобы поиграть вместе в PUBG Mobile, вот, ну и побольше вам топов, играйте только хорошие игры. Всем всего, пока.